Сегодня мы продолжаем путешествие по лабораториям Национального университета кораблестроения факультет машиностроительный и сегодня нас ждет лаборатория двигателей внутреннего сгорания и опытовый бассейн. Я Андрей Шинкаренко, я просто расскажу вам о Николаеве просто. Начинаем с лаборатории ДВС. Это одна из самых старых лабораторий машиностроительного факультета. Эта теплотехническая лаборатория появилась здесь в 1904 году. Вот там была установлена паровая машина, лаборатория двухэтажная, здесь есть подвальное помещение и вот здесь позже, после Второй мировой войны, был установлен вот такой огромный дизель. В 1944 году немцы при отступлении сожгли полностью этот весь корпус, как я уже говорил, и в том числе сгорела полностью эта лаборатория. И вот к 1947 году лаборатория была полностью восстановлена, а в начале 50-х здесь появился вот такой огромный дизель. Кстати, вот такие дизеля устанавливались в качестве главного дизель-генератора на китобойцах, которые строились на заводе имени 61-го коммунара. Серия была построена больше 100 штук. И вот такие дизеля там устанавливались. И вот как раз, когда это все строилось в Николаеве, тогда же студенты учились здесь, на этих дизелях. Ну, а позже здесь стали появляться другие дизеля, другая техника. И вот сейчас мы попробуем посмотреть, что здесь еще устанавливалось. Менялись эпохи. Появился здесь главный распределительный щит. Конечно, сейчас здесь уже немножко старенькие приборы, но тем не менее все рабочее. Можно сказать, даже в чем-то это музей, действующий музей техники разных эпох. И если это дизель с китобойных кораблей, то вот здесь расположен огромный дизель производства Первомайского завода. Эти дизеля устанавливались на траулера типа Пулковский Меридиан. И вот здесь интересный момент, я бы вам хотел сказать. Обратите внимание, вот эти козлы стоят для разборки дизелей, вообще для того, чтобы энергетическое оборудование в этой лаборатории разбирать и обслуживать. И вот сейчас я вам покажу фотографию, которая сделана здесь еще до революции. На ней видны эти же козлы. Они сохранились с самого первого момента начала работы этой лаборатории. Позже здесь устанавливались самые разные двигатели, в том числе вот здесь расположен КамАЗовский дизель. Дизель полно разной техники различных времен, на них учат студентов сейчас. Здесь есть и техника в разрезе, турбокомпрессоры, различные дизеля. Здесь проводятся лабораторные работы, запускаются эти дизеля. Все это требует огромных, конечно, финансовых затрат. К сожалению, сейчас почему-то на это деньги не выделяются. А только вот этот дизель, который, вот я сказал в начале, который использовался как дизель-генератор на китобойных судах, для того, чтобы выполнить в свое время полную, полномасштабную лабораторную работу, которая практически длилась целый день, уходила полторы тонны дизельного топлива. К сожалению, сейчас дизельное топливо на это не выделяется, и преподаватели сами как-то ухитряются эти вопросы решать. И вот, кстати, у меня за спиной, видите, расположен плакат. Это большой противолодочный корабль проекта 1134. Этот плакат когда-то, кто помнит из моих друзей однокашников вообще, кто учился на военной кафедре, это базовый проект наш, на них учили нас. Когда военную кафедру закрыли, ну вот этот плакат перекочевал сюда, кстати. Вот с той стороны там еще есть 61-й проект, на котором тоже нас учили. Эти корабли уже порезаны в металлолом. Последний был Керчь, его пытались восстановить, но порезали российский флот. А с той стороны 61-й проект, один из них сейчас метлывый, поставили в качестве музея. И, кстати, серия из кораблей 61-го проекта продолжает служить еще в индийских военно-морских силах в качестве эсминцев. И вот я спускаюсь в подвальное помещение лаборатории двигателей внутреннего сгорания. Это практически как машинное отделение на корабле. Здесь один ярус, там второй ярус. Здесь тоже проводятся лабораторные работы. Я вспоминаю свою юность. Здесь у нас проходили лабораторные по насосам и вентиляторам. Вот работа номер 4. Общие испытания шестеренного насоса. Здесь учат как раз основам, как работают эти приборы. При помощи простых, казалось бы, таких приборов, как весы, студенты осваивают азы именно работы насосов, вентиляторов. Вот здесь как раз мы когда-то и узнали о том, что для того, чтобы, допустим, насос начал нормально качать воду, его надо заполнить водой. О том, что такое напор, о том, что такое подача. Это простые, казалось бы, приборы, простые механизмы. Но, тем не менее, без этих лабораторий нормального механика не вырастешь. Но, слава богу, что эти лаборатории сохранились, что они действуют, и наш Национальный университет кораблестроения продолжает готовить специалистов, в том числе и по кафедре двигателей внутреннего сгорания. Кстати, несмотря на то, что сейчас все очень сильно уходят в электронику, говорят об электромобилях, тем не менее, в ближайшие еще несколько десятилетий нас ждет то, что двигатели внутреннего сгорания будут исправно служить верой и правдой человечеству. И вот просто задумайтесь, на каждом автомобиле работает двигатель внутреннего сгорания. Сейчас, когда в стране и в мире бушует ковид, говорят о том, что в каждой больнице, в которой установлена кислородная станция, собственно говоря, вообще это должно быть правило, что в каждой больнице должен быть установлен дизель-генератор аварийный на всякий случай. Многое техника, которое работает на строительных объектах, требует автономного какого-то питания, и все это как раз дают двигатели внутреннего сгорания, такие мобильные автономные дизель-генераторы. Вот специалистов для изготовления, для проектирования, для обслуживания таких агрегаторов как раз готовят здесь. Мы находимся в одном из самых загадочных помещений, ну, как для меня, машиностроительного факультета. Это опытовый бассейн. Это, в общем-то, территория корпусников, механики сюда, ну, просто попадали так информационно. Здесь испытывают модели кораблей. Вот такие модели кораблей выполнены из пенопласта. Здесь расположен бассейн, таких очень мало в Украине, буквально несколько штук, и такой, в общем-то, уникальный, потому что это, ну, буксировочный бассейн. Его длина 33 метра, глубина 1,5 метра, ширина 2 метра. Заполнен водой. По 3D-модели на специальном станке изготавливается вот такая модель корпуса корабля. Она подвешивается вот здесь к специальной тележке, и при помощи электродвигателей с определенной скоростью разгоняется. В средине как раз мерный такой участок, где делаются замеры этой модели, и дальше идет участок торможения. Здесь же еще есть специальные волногасители, специальные такие устройства, которые ставятся, погружаются в бассейн для того, чтобы гасить волну во время испытаний. И вот сюда на компьютер выводятся данные, по которым дальше уже доводят теоретическую модель до нормальных и правильных обводов, какие должны быть. Да, сейчас компьютерные технологии очень сильно помогают в таких работах, но компьютер все равно не позволяет полностью смоделировать обводы корпуса, его поведение в воде. И вот благодаря таким бассейнам удается специалистам-корпусникам довести просто до совершенства. Кстати, вот я держу в руках модель. Это реальная модель, которую испытывалась здесь. Вы не поверите, но это катер для Януковича. Он здесь испытывался. Кстати, два года назад в этом оптовом бассейне испытывался и корпус патрульного катера ГИРЗА. Вот такие работы здесь выполняются. На стенде, на стене развешаны модели различных корпусов, различных типов судов, кораблей. И студенты здесь постоянно проводят лабораторные работы. И кроме этого ведутся действительно реальные научные исследования и работы по реальным испытаниям моделей кораблей. Ну вот мы с вами посмотрели лабораторию двигателей внутреннего сгорания, опытовый бассейн. Я думаю, что здесь еще есть очень много чего поснимать. Друзья мои, пишите свои пожелания обязательно в комментариях. Кстати, вот планирую, что неплохо бы здесь рассказать о лаборатории турбин, пройтись по аудиториям кафедры СЭУ. Кстати, здесь же в этом корпусе есть мастерские. И одна из мастерских это судомодельная мастерская. Здесь работает группа ребят, которые делают великолепные модели кораблей, побеждают на разных международных выставках. Я думаю, эти рассказы еще ждут вас впереди. Ну а я прошу вас, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы этого не сделали, хотите помочь каналу, ссылочка будет внизу в описании. Не забывайте про наш инстаграм. До новых встреч, до новых историй. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok